Приветствую вас. Давайте сначала, наверное, я отвечу на вас подобресы ваши, которые вы задаете, а потом уже пройдусь по текстам. Итак, может вы что-то посоветуете? Нет, психологи не советуют. Психологи не дают совета. Как вы думаете, не может уже быть так, чтобы человек, который кричал, что не может быть у меня где-то, вдруг через несколько дней, быть влюбленным по-настоящему в другую? Я бы сказал, что вот здесь у вас в целом вопрос очень корректно поставлен. Не могу без кого-то, во-первых, не могу без кого-то. Не означает, что я люблю этих людей. Не могу без кого-то это вообще-то говорить про зависимость. Про влияние этих людей на меня. Про нужность мне людей. Этих. Этих. Многие, про-ооо, простите, ээ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-элюбовь. Вот. Это первое. Второе. По-настоящему влюблённость, по-настоящему, она у каждого своя, и возникает она, влюблённость, сконтанно. Поэтому, вы свой вопрос ставите так, как будто мы можем знать, как влюблён ваш мужчина. Это второй момент. Третий момент. Не могу не обратить внимания, что вы своего мужчину называете мужем, он вам не муж, вы родились, вы называете его мужем. Почему этот момент важен? Потому что вы живете в определённой иллюзии, вы обманываете себя, обманываете своего бывшего мужа. Вот, к сожалению. То есть, если честно, он вам не муж, и если честно, то у вас проблемы в отношениях. Проблемы системные, потому что вы ссоритесь, разводитесь, обижаетесь друг на друга и так далее. Переломный момент наступил. Когда вы увидели его слабо, своего бывшего мужа, он крикнул, что вас не может, не может. Увидев слабость, вы почувствовали себя уверенно. Как бы, испытывать тепло к человеку хорошо. И слабость – это хорошо. Но только, как сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, только момент в том, что он для нас теперь обесценивался. Вы его обесцениваете, вы считаете, что он не отвечает на свои действия. И вы относитесь к нему никак к равному сейчас. Следующее – это исключительно гендерное взаимодействие между Игоремом. Причем, гендерно, вы воспринимаете и своего бывшего мужа, и его женщину тоже. Почему я не говорю любовницу, потому что, ну, формально, она его женщина, она его девушка, она не его любовница. Она была бы любовницей, если бы вы были рамочи, если бы вы были женаты. Друг на друг. А так она его девушка. Вот. То, как вы говорите о ней и о нём, что его не отпустили, что она властна, что она собственность. Понимаете, может быть это и так, может быть, может быть. Но, вне зависимости от того, так это или нет, между вами тремя, а это треугольник Карпмана, по сути, есть только гендерная связь. Личного аспекта. Аспекта личности. Здесь у меня. Шакромер я не увидел. И получается, что это борьба. Две женщины борются за одного мужчину. Или один мужчина пытается выбрать между двух женщин. По сути, это попытка перебить, что это даёт другой. По сути, это борьба за свои ценности. Это соревнование, в котором вы участвуете. Я бы сказал, что подобный вид отношений возникает только когда люди себя обесценивают. Ну, только потому, как вы обесцениваете своего мужа. Слушай, я не говорю, что специально. Я, как бы, понимаю, что вы так привыкли. Но, это наша задача. Как раз таки изменить ваше мышление. Чтобы вы начали замечать свои обиды. Чтобы вы перестали забивать на свои обиды. Чтобы вы научились видеть, когда вы обижаете и принижаете другого человека. Чтобы вы научились видеть свои реакции. Чтобы вы научились защищать свой интерес и свои границы. Это наша задача. Вот. Но, как бы, момент вступ, да, что вы обесцениваете себя тем, что предоценирует себя, себя, относительно как женщину, отношению к нему. Вы женщина, безусловно. Я уверен, что вы хорошая женщина. Но важный момент, что вы не только женщина, вы еще и человек, вы еще и личность, вы еще и социальный индивид, вы еще и объект своих интересов, своих увлечений, вы еще и творческая личность в какой-то степени. Каждая из нас творческая личность, просто вопрос в том, где нашел ли он себя и так далее. Понимаете? А вот здесь стоит вопрос. А нет ли такого у вас, что вы живете только ради кого-то? Нет ли такого, что вы жертвуете постоянно собой ради кого-то? Нет ли такого, что вы не живете для себя? А если вы живете для себя, если вы делаете что-то для себя, то насколько это реализуется? Насколько вы чувствуете себя реализованы в этом? Вот какой вопрос вам нужно себе задать. Теперь немножечко о тепле, о котором вы говорите. Безусловно, это прекрасное чувство. Безусловно. То есть вы описываете, вообще, очень мне откликнулось, немножко тронуло, ну вот, немножко, потому что, ну, все-таки это текст, если бы я это слышал от вас, наверное, тронуло бы больше. Это здорово. Это здорово. Вполне вероятно, что вы наконец-то смогли вырасти. Я уверен, что так и есть, что вы выросли. Но, знаете, я не знаю ни одного роста, где есть... ...все прощения. Я не знаю ни одного роста, где есть все принятия. Я не знаю ни одного роста, где есть такое вот смирение. То есть... Очень часто это преподносится как, как, ну, не синонимы, да, а все-то, что рядом друг с другом находится. Да, это правда. Но это не так, это не так. И смирение, и все прощения, это предательство себя. То есть, знаете как, вы выросли чуть-чуть, когда испытали теплоту к мужчинам. И когда, возможно, вас не так, не задело, что он там пошел к любовнице и так далее. И тут же все обесценили, когда сейчас просто готовы его принять. Но он же вас ценить не будет, если вы его примете. Сейчас вот так он придет к вам. Он же вас ценить не будет. Мать. Ладно. Как бы он не будет вас ценить, соответственно, он, ну, какие отношения с вами он будет устраивать. То есть такое ощущение, что вы боитесь вырастать. Вы боитесь расти. Потому что, если вы вырастите, то могут в вашей жизни произойти изменения. Изменения, которых вы, вероятно, не так уж сильно хотите, боитесь этих изменений. Вот то, что я сказал, как... Еще есть важный момент, да, что у этого тепла, при том, что это хорошее чувство, мне очень понравилось, как вы его описываете, есть вот такой нюанс, о нем я уже сказал, но повторю еще раз. Это нюанс условности. То есть, знаете, если бы вы просто смотрели на человека, и у вас появилось к нему тепло внедавно, это здорово. Но у вас тепло появилось только, когда он проявил сладость. И поскольку вы до этого все время бодались, все время ссорились, боролись, я полагаю, что вы это восприняли как победу. Вы увидели, что, о, так он без меня не может, значит, я победила. Хоть и не в таких терминах, хоть и не в таких терминах. У вас другие термины, я уверен. Это я для простоты говорю. Что тепло ваше привело к тому, что не может сделать вам больно. Вот мужчина действительно не может вам сейчас сделать больно. Но если кто-то не может вам сделать больно, главное этого человека все равно, если кто-то не может сделать больно, вы этого человека не воспринимаете никак. Вам должно быть больно. Нам должно быть больно, чтобы вы чувствовали где наши интересы и границы нарушаются. Нам должно быть больно, чтобы вырастали, чтобы мы росли. Нам должно быть больно, чтобы мы развивались. Вам не больно. Понимаете? Вы бы сейчас оставили себя настолько выше – мужчина он вам ничего не может сделать он для вас никто да вы ему благодарны да у вас ему тепло это хорошее чувство при прочих при прочих если отбросить обстоятельства это хорошее чувство но здесь есть несколько контактов и эти контакты говорят о тепле как следствие прекращения борьбы о тепле как о результате победы а раньше когда вы думали что что вы не нужны мужчине сплава не испытывали мать какая штука и вот знаете если вы сейчас думаете что мужчина к вам приятен и что он никуда не денется и сказал то насколько вы будете разочарованы возможно если если это будет неправда даже при условии что сейчас вы можете себя убедить в том что готовы к этому то последнее на что я хотел бы обратить ваше внимание это то что у вас присутствует следующее почему то почему то я его я позволил уйти к ней ему к ней на разговор почему то я его не поддержала почему то я не сказала здесь есть два момента момент первый это ну опять же воспринимание мужчины как вот знаете две мамы одна добрая вторая одна мягкая другая властная и вот один ребенок это мужчина у меня такое ощущение что две мамочки и один мальчик и вот мамочки борются за мальчика ну как мужчина как взрослого человека можно не отпустить не отпустить как вы можете не отпустить взрослого человека понимаете вот как бы но это один момент об этом я уже говорил это связано с тем что вы обесцениваете свою ценность другую 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 почему то нужно осознавать нужно учиться занять эти вещи я думаю что вас это и вы еще раз проследите проследите я думаю это связано с неловкостью вот чувство неловкости такого возникает как мне кажется есть такое чувство чувство неловкости ну вот и когда неловкость возникает вы ну попадаете в супор вот как я могу видеть потому что неловкость это стыд стыд стыдливость следствие обесценивания полосы вы чувствуете если в какой-то момент я что-то чувствую вот то это неловко я молчу скорее всего так вот это важный момент чтобы делать с неловкостью вполне возможно что здесь есть некоторые обиды ваши из детства вполне возможно что есть какой-то еще негативный опыт вот я хочу вас спросить а был был ли у вас эм такой эпизод или эпизоды когда чувствуя чувствуя неловкость вышли на нее шли как бы в нее и эм несмотря на нее эээ выражали высказывали то что чувствуют потому что здесь есть еще такой вариант что возможно вам не хотелось делать того что вы вот пишите ну должны быть сделать установить машину не отпустить его еще что-то сделать вам хотелось сделать что-то другое но это было бы неправильно в этот момент вы так чувствовали но это были бы вы настоящие и кто знает может быть позволили бы сделать то что не разрешили из из-за неумеренности из-за неловкости из-за неправильности ваши отношения были бы куда более вполне в этом направлении я предлагаю вам подумать тоже в целом как вы видите направлении работаем с вами предостаточно вот пунктики точечки с которыми стоит работать и проблематика которая возможно требует своего внимания она достаточно обширна вот так что если ваше обращение не просто любопытство а желание взять контроль на своей жизни в своей руке причем контроль хороший в смысле слова не когда женщина блокирует все телефоны бывшей девушки а все таки такой более выскоуровневый контроль более счастливый контроль более свободный контроль как это не парадоксально звучит если вы этого хотите то вам нужно ну еще раз может переслушать мой ответ перечитать ответ коллег и выбрать себе специалиста но для начала будет круто если вы вот послушав мой ответ прямо сейчас сформулируете обратную связь и хотя бы на листочке или там напечатать напишите напишите от руки вот и вот это будет вашим первым первым шагом к работе и к выстраиванию своей новой новой жизни удачи вам всего самого доброго удачи удачи